Анатолий Фёдорович, я снова рад вас видеть. Могу признаться, что я тоже. У нас был планчик один, но к счастью или не к счастью, не суждено. А что такое? Да, есть и объективные, и субъективные причинки. Из объективных причин сегодня субботы уже поздно не удалось купить тугоплавкий электрод на основе вольфрама. Для того, чтобы мы с вами начали прихватывать самогонный аппарат точечно, то есть собрать его и прихватить. И так получается, что сварка среди аргона без тугоплавкого электрода никак. Поэтому мы с вами сделаем что-нибудь другое, но героическое. Теперь какой-то будет эксперимент. Нет, экспериментов не будет. На этот раз у меня немножко там в машине поломался измеритель уровня бензина в баке. Я езжу и не знаю, когда он закончится, и надо ли будет толкать эту машину. Поэтому мы с вами героически заменим всю эту систему измерения уровня бензина в баке вместе с бензонасосом. Вот в этом чудесном красном, даже уже не знаю, как его назвать, ржавом корыте. В ржавом ведре. О, да. На чем ведро ездит? Да, на ржавом ведре. Теперь помоги стать толкачем. Не, не толкачем. Мастером по замене бензонасоса в старых немецких автомобилях. Я на мастера явно не тянул. Начинающий мастер. Начинающий пойдет, да. Жара, слушай, какая. Да, я, кстати, сразу хочу попросить у наших свидетелей извинения за небритый вид. Уважаемые друзья, дело в том, что этот колдарь выставил обязательные требования. На его передачу надо проходить небритым, фуфаке. И, короче, должен иметь вид за булдыги. Вот я как могу так и приноровлюсь. Получается у вас крайне плохо. И я специально не броюсь когда-то. Я вот не умею ловить мох. Это недостаток или достоинство? Это большое достоинство. Идемте попробуем вот с этим самым чудом. Да, но у меня есть и предложение, раз у тебя не получилось купить соответствующие электроды. Давай, среди прочего, сегодня потолкуем о том, кто у нас в Молдове в политике, кто кого сотворил. Так мы можем об этом говорить, пока будем менять бензонасос. Почему? Можем. Почему? Потому что невозможно узнать, что случилось, почему что произошло, пока не узнаешь, кто и чей папа или мама. А когда мы узнаем, кто кого породил, сразу все станет ясно. Кто кого породил. Ну, так как у Тараса болит. Да, 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 я тебя породил, я тебя... Да, да, да. Вот, Анатолий Федорович, подержите инструменты. Держу. Подержите, он не держится, поэтому держите. Вот. А это вот этот самый чудо в упаковке. Это я догадался, а как он фунциклирует? Что там? А там электродвигатель, электронасос, который качает постоянно по кругу бензин. И в моноинжектор попадает то количество, которое позволяет клапан моноинжектор. То есть он циркулирует по кругу из бака в моноинжектор и обратно в бак. А вот тут есть поплывочек, который... Не поплывок, там электронная система, которая показывает, сколько в баке... Хорошо, Игорь Георгиевич. Хорошо. Она не закрывается, поэтому вам придется держать. Это так долго? Ну, я думаю, не сильно долго, но долго. А я сейчас найду тебе... Андрюфер, не получится. Это вы найдете. У меня все есть. Я всегда все вожу с собой. Все, что... Ты засунешь туда-сюда, да? Ну, куда? Ого-го-го-го. Это... Ну, надо как-то припирать... Надо, надо. Но ствол направь в сторону власти, не в мою сторону, потому что... Где у нас гладь? Вон там, да? Ствол не будем направлять ни в чью сторону, тем более, что он разряжен. Да. Вот. Напускайте. Какой ты он... Как тебе это пришло в голову? Ну, а не держать же... Ладно, когда есть плугару, можно попросить его, а когда его нету, кто будет держать. А когда эта крышка дверца падает, она стреляет, да? Не, она обычно может ударить больно по голове. Выдайте мне отверточку. Прошу. Вот это повзрослее. А можно я пойду конспект посмотрю там? Да, да, да. Спасибо, Игорь. Спасибо. Тебе водички принести? Да, с удовольствием. Да, с удовольствием. Вы когда-нибудь видели, как устроено это безобразие? Никогда, Игорь. Вот это... Извините. Вот это вот крышка вот этого самого устройства, где бензонасос. И вот патрубки, которые уходят бензин и возвращаются. То есть, все элементарно просто. Сейчас мы отсоединим датчик. И остается вот как-то раскрутить вот эту ерунду. Как раскрутить ее, я откровенно говоря не знаю. Да, я буду управлять процессом. Да? Так на тебе, вот это. Да. Мне надо создавать условия для того, чтобы личный состав хорошо, правильно и производительно трудился. Личный состав, говорите? Ну да. Ты же умный, а с личным... Давайте трудиться. Давай. Крутить гайки и болты могут косяки и дураки. А вот генерировать умные мысли нет. Давайте генерируйте. Делайте то, что вы можете, Антон Леведович. В этой области... С единственной просьбой. Подойти поближе к этому капоту и знать, что вот там вот находится объектив камеры. Ну ладно. Раз я тебе тему предложил, то давай поговорим о том, кто кого родил, кто кого сделал. А для того, чтобы это понять, лучше всего это понять на примере истории предательства в молдавской политике. Давай вспомним начало 90-х. Вчерашние комсомольцы, коммунисты, особенно писатели, все дружно предали идеологический отдел ЦК Компартии Молдавии. ЦК Компартии Молдавии, резко увидев, что меняются обстановки, значит, так же резко и жестоко предало ЦК КПСС. Вдруг все вчерашние комсомольцы, активисты, коммунисты резко стали демократами. Отдельно из них даже националистами, социалистами, ну и так далее. Мы видим это по всему спектру. Ну, Снегур, Хлучинский, Воронин, они, конечно, предали ЦК КПСС, предали партию. Те, что помельче, предали их, предали местные ЦК. А почему я начал с этих трех? Потому что их папа и мама, это, конечно, Москва. Ты меня спросишь, а где? Значит, и в Москве такие же люди, с такими же моральными качествами. Конечно, конечно. У них такие папы и такие мамы. Если бы в руководстве тогдашней партии пришли бы к руководству нормальные люди, не было бы этого. Наверное, могло бы сохранить и Советский Союз, и мощь той державы и так далее. Ну, а что здесь на месте? Значит, я тебе сказал, они все стали резко демократами, все стали социалистами, либерал-демократами, просто демократами. Просто либерастами? Да, да. Просто либерастами. Но предательство самое такое откровенное и открытое, значит, началось, конечно же, с Дьякова. Это величайшая политическая проститутка, не только по молдавским масштабам. Он кинул Лучинского. То есть мы можем говорить, что у нас в Молдавии есть чуть ли не эталон политического предательства в лице Дьякова. Да, да, да. Это высший пример, это высший полет, на самом деле. То, как Дьяков, значит, из-за КПЦС. Может быть, выйти из народа с такой инициативой, что давайте назовем какую-нибудь улицу. Нет, зачем улицу в Кишневе? Давайте городок какой-нибудь переименуем. Поселок. Имени городок, да? Ну, например, там, Флорешт или еще что-нибудь. Не дай бог ты что, Господь, с тобой Флорешт. Ну, давайте же имену по... Не об этом речь. Ну, в политическом плане я имею в виду. Значит, Дьяков кинул Лучинского. Вот тогда я посмотрел, понимаете, ну, и понял, что действительно у каждого есть свой брутус. Ну, помнишь? Ну, да, 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 да. Потом вижу, что Филат ушел от Дьякова. Филат предал Дьякова. Ну, Филату это свойство. Потом Филата бросил вдруг Танасы. Бросил Нагачевский, помнишь? Бросил этот, как его историк, Годя. А особенно, когда случилось так, что Филат сел, вся эта араба, особенно наиболее активные активисты, пошли куда? Предали Филата правильно и пошли. Бежали до хатнику. Да. Теперь, значит, самое такое откровенное, наглое, бесцеремонное предательство, это когда Зинаида Гречана вместе с фаворитом, с любимчиком Додоном ушли. Помнишь, какой? Любимчиком кого, извините? Додоном, Додоном. А чей он был любимчиком? В Воронино, конечно. Айда. Я, насколько знаю, Воронин был достаточно сдержан в отношении Додона. Додона постоянно двигали другие люди, у которых были определенные интересы, Анатолий Федорович. Да, но, конечно, по согласованию и величайшим согласием, конечно, вождя Воронина. Значит, вы хотите сейчас сказать, что Додон, он по калибру своего предательства, да, Додон по калибру предательства не годится даже в подметке Дякову. Да, да, да. Тоже Брутус, но, наверное, мелкий. И тут он мелкий. Ай-яй-яй-яй. Как мелкашка по сравнению с пулеметом. Но самое такое резкое и болезненное предательство для Воронина, это, конечно, уход Лупу и Плохотнюка. Понимаешь, Лупу с его внешними данными, как справедливо, да-да-да, два метра, значит, волосатая грудь, помнишь, он сельфи делал и прочее, и прочее. Вольниц-дольниц он нравился, я не знаю, если нравится, но женщинам он точно нравится. Когда мы это поняли, а тогда, когда вместе с уходом Лупу от КПРФ, от Компартии Молдовы ушло и 13 мандатов. Помнишь, сколько было и сколько осталось. Таким образом, отсюда легко можно было сделать вывод, что эта вот наиболее такая эмоционально настроенная часть наших молдавских баб ушла вместе с этими мандатами, с Лупу. Можно открыть небольшие кавычки? А не будут ваши слова восприниматься воинственно на фоне вот этой берданки? Нет, нормально. Давай тогда мы поменяемся, иди закрывай берданку, а то действительно... Нет, так мы же должны все-таки что-то героическое сегодня сделать с этим автомобилем, или как? Вот, потом Воронин немножко предал, ну помнишь, Степанюка, Монтенна, Ткачука, там, самых главных противников Плохотнюка. Но самое, я говорю, самое такое, самое крупное поражение, видимо, решили добить старика, вождя нашего Воронина, вот когда эта группа ушла к координатору. К координатор это кто, извините? К Владимиру Плохотнюку. Сколько там? А координатором чего? Ну, координатором молдавской законодательной и исполнительной власти, назовем это так. Зря ты это, потому что это факт, кстати, это редкое достижение. Что касается вот мозгов для таких дел, надо признать, что они у него или у его советников, это неважно, все равно оно распоряжается, у него такие мозги есть. Вот в итоге сейчас нам осталось выяснять один вопрос. А кто же будет Брутусом Плохотнюка? Кто и когда... Вот так, друзья, мы сейчас узнаем, кто кинет Плохотнюка, и он... Потому что это тоже объективная закономерность. Ему придется удавиться от горя. Не знаю, не знаю. Не искучено, что тот же Дьяков. Айда. Да, не искучено. Не искучено, потому что... Но Дьяков там сейчас ничего не стоит. Дьяков это такая политическая сучара, которая заранее... У него нос по ветру, он чувствует, как да. И вот уловит. И когда он почувствует, что по Плохотнюку играет уже похоронный марш, типа там, там, тадам, то Дьяков быстренько-быстренько побежит к какому-нибудь маршу Мель Мендельсу, он опять с кем-то, значит, поженится. Тричез, ну, ну, отца, мочем. Не обращайте внимания. Это гараж, друзья, поэтому здесь... И для завершения, для завершения этого микрорассказа поговорим немножко о предательстве Рошки. Якобы Рошка кого-то... Да, Юрий Иванович Рошки. Якобы Рошка кого-то предавал. Ну, может быть, они и думают, что их предавали, потому что за ним шли в 88-м, в 89-м, 90-м, 95-м. 56-м, до 2000-м, какого, когда он голосовал за Воронина? Когда Воронин спустил его с дерева. Так я хочу вот со всей ответственности Игорь и тебе, и нашим зрителям сказать, что Рошка никого не предавал. Рошка просто поумнел. Поумнел Рошка. Поэтому я Рошку не считаю предателем. И давай на этом этот субъект мы завершим. А как завершим? А завершим выводом, что всех их, этих друзей, предателей, все это дерьмо породил Воронин. Это его политические и экономические дети. А Дякова кто породил? Ну, Дяков был рожден, конечно, ЦК КПСС. В каком-то отделе ЦК КПСС. Он был из ЦК ВЛКСМ. Он занимался ТАСС, насколько мне известно. Да, да, средства массовой информации. Его откомендировали в Бухарест. Он имеет не последнее участие в декабрьских 89-го года события в Румынии. Так же, как и Попов и другие наши ребята, которые потрудились и выполнили, как следует, все задания ЦК КПСС с того времени. Итак, вот такой вот микрорассказ о предательстве и практическом его значении в жизни Волдована я предлагаю завершить. Все, друзья. Все ясно, кто чей и почему. Азонского балета завершена, мы узнали, кто является колерованным предателем, а кто является мелочью такой пузатой, которая там предает так по-мелкому. Ну, и какая-то промежуточная, промежуточное звено в лице там Додона и его Додонят. Да, 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 да. Мы сейчас выключим камеру и все-таки заменим этот бензонасос один раз. А я тебе водичку принесу. Вот, друзья, как выглядит бензобак полный бензина. Буквально под завязочку. И вот как выглядит чудо немецкого автопрома. Volkswagen. Volkswagen. Бензонасос. Осторожно, не капай в воду. Бензонасос с бачком, как в унитазе, для показывания уровня бензина. И с подплывком. И с подплывком. Осторожно, вода рядом. Ну что, Анатолий Федорович, что я должен делать? Взять мой бокал. Да. И пойти сесть. И там продолжим. И там продолжим. Так ты закрывай давай, что ты бензин оставил? Анатолий Федорович. Иди закрывай. Это не коньяк, не жалко, не испарится. Садитесь. Все равно иди закрывай. Анатолий Федорович, я вернулся. У нас все хорошо с гольфом. Мы разобрались с этим самым чудесным бензонасосом. Давайте разберемся таки с нашими национальными предателями. Продолжим наш разговор, друзья. Я о предателях политики. Итак, первый вопрос. Вы сказали, что Юрий Иванович Рожко после 18 лет он изменил свои взгляды на диаметрально противоположные. И те люди, которые были с ним 18 лет, квалифицировали это как предательство. Я правильно вас понял? Ну, я уточню сейчас. Хорошо. Кто же на самом деле являются те люди, которые шли за реваншом Рожкой? А, я понял. Если Рожко предатель, то кто эти люди? Да, да, да. Вопрос, ну, это под дыхом. На самом деле все это очень серьезно. И я не шутил, когда говорил, что Рожко не предавал, а просто поумел, в отличие от других. В отличие от других. Он не изменил взгляды. Он просто стал смотреть более трезво, по-взрослому на то, что происходит. И его политический дискурс сегодня – это дискурс или слово зрелого государственного мужа. В то же время кто является тем, но если ты остался на уровне, значит, 88-го, то кто ты есть? Если ты такой, что тебя могут обманывать, вести и кидать, то вряд ли ты умный человек, и вряд ли ты объективный человек, и вряд ли ты судишь, рассуждаешь и вообще соображаешь собственными мозгами. Вот мой ответ на этот вопрос, чтобы никого не обидеть. Вот так вот, элегантно. Тогда иначе сформулирую тот же вопрос, но о других людях. Если Дьяков, Снегур, Лучинский являются порождением советской коммунистической системы, а именно верхушки КПСС, так? То кто же тогда эта самая верхушка? Если мы с вами квалифицировали, например, того же... Не поймаешь. Я тебя понял. Ну ладно, хорошо. Удивление, друзья, но не получилось. Ну, хоть попробовал. Я сказал следующим образом, что и Снегур, и Воронин, и Лучинский, прежде всего Лучинский сеградем ЦК КПСС, они предавали Москву. Предали Москву. Почему? Потому что их политические родители, и папа... Кто их воспитал, их Москва же воспитала. И папа, и мама, в политическом смысле слова, у этих всех троих, и не только была, и есть, и останется Москва. Город Москва. Ты хотел меня поймать и спросить, где же мои политические родители? Нет, это... Я тебе просто отвечу. Значит, я не могу сказать, что я к этому не имею никакого отношения. Но мои политические корни, это... Это да, Москва, но и с учава, и с остановкой в Калараши. Анатолий Федорович, так вот бывает, что когда два в одном и оператор, и разговаривающий с гостем, то двух мам, детей без глаза. Друзья, я не знаю, на каком моменте у нас умер аккумулятор. Поэтому, переустановив новый аккумулятор, мы продолжаем с Анатолием Федоровичем. И давайте продолжим с одной из предположительных тем или вопросов, которые мы обсуждали. Анатолий Федорович, мы выяснили, что с Дьяковым, Лучинскими и прочими, 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 там... Эти вот мелкопредательскими божьими тварями. А что с Настасьей? Ну, в отличие от Лупы, тут, конечно, меньше роста. Меньше? Меньше волос. Ну, тоже так симпатичные. Я не знаю, вот за, прости, за Лупу голосовало очень много женщин. Ну, потому что за Лупу, ну, как Ника проголосовала. Извини, не знаю, но вместе с уходом Лупы и Плохотника, вместе с продательством Лупы ушло 13 мандатов. Что ты руки потеряешь? Я к тому, что хорошо, потому что голосуйте за Лупу. Это было гениальнейшее изобретение политтехнологов Плохотника, которые, благодаря вот такой вот фонетической конструкции, сумели обмануть какое-то количество женщин, которые в надежде на что-то там пошли и отдали свой голос за Лупу. Дело в том, что его рекомендации, зная, нет, именно зная эти рекомендации политтехнологов, его рекомендовал и сильно продвигал Евгений Владимирович Топчук, которая потом очень серьезно об этом... Она его продвигала... Да, на основе рекомендаций их технологов. Она жестокая. В партии коммунистов Республики Молдова. Она вообще карьера. Воронин чуть не задушил ее. За и да? Да, когда Воронин понял, что он натворил с этим Лупу, то там был страшный скандал. Но дело в том, что Евгения Владимировна сама не была рада, хотя она была права. Ну, голосуй за него, баба. Ну, что ты хочешь? Вот такие у молдаван женщины. Наверное, и в других народах есть такие. Я не знаю, как. Ну, по крайней мере, нам с тобой такая категория. Вернемся к Настасе. Давайте оставим. Да, так я вам говорю. Разница в росте, разница в количестве волос на груди, разница в том, как говорит... А вы что видели Настаси обнаженным? Да, видно по фейсу. В отличие от Лупу, у Настаси можно понять, о чем он говорит. Лупу, говорю, очень красиво, да помало дымается. Ну, никто не понимал, что он там говорит. И так далее, и тому подобное. Ну, помнишь, как в то время говорили, вскормленный в неволе. Это у кого? У Лермонтова или? Орел молодой. По каким бокам здесь слово? Про Плохотнюка. Он в неволе, он подневольный. Ты же знаешь, как было трудно ему в начале коре. В то же время вскормленный в свободе, значит, Бальбуха пустой. Знаете, что такое Бальбуха? А Бульбук... Не, ты это не знаешь? Ну, Вороний назвал Дойметриде Булбуч. А, Булбука! Да. Так вот, насчет... Дойметриде Булбуч – это отдельная история. Это этот самый, как его... Иллюстрация на тему о родстве великого молдавского языка и великого и могучего русского языка. Оказывается, у нас есть очень много общества. Слово Бульбук происходит от Бульбук, от Бальбуки, от Балбук, Бульбук в русском. Я специально открыл... И что в русском это означает? Мы пузырь, водный пузырь и так далее. По-на-гурме Булбук по-русски это Бульбук, что по-молдавски. Вот и пойми тех, которые ненавидят все русское и шестферное русское. У меня нос начал читаться к деньгам, наверное. Ну, ладно, слова. Или нос к чему это? Эти мои открытия по Далию, по Ожегову... Я, кстати, проштудировал академическое издание русского толкового. То, что я обнаружил, уважаемые зрители, у Калдаре, вообще это передовое... Друзья, я не писал словарей. Игорь Георгиевич, подождите, сейчас я тебя разоблачу. Игорь Георгиевич взял, соединил два слова. Слово долбо, видимо, от глагола долбать по-русски. И слово йога. И у меня получилось долбо-йога. Долбо-йога это она, долбо-йога это он. А множество слов как? Дольбо-йога. Что это значит? Это значит человек, который неправильно голосует. Поэтому, если вы от нас услышите, я с его благословением. Теперь, что касается Анастасии. Ну, что такое Анастасия? Стярпа естивая. Стярпа. Стярпа естивая, я думаю, когда... Стярпа естивая, шибаранье, ну а о. Когда я говорю баранье, ну а о. Да подивая и стярпа к... Шибаранье, шибаранье, без яиц. Это я имею в виду цопа. Тут другое очень важно. Тут очень важно понять, Игорь Георгиевич и уважаемые зрители наши, когда и почему именно тогда, когда начали протестовать, именно тогда они начали. Вот почему? Почему Анастасия и вся эта братва стала протестовать в 15-м году? Почему они не протестовали в 9-м году? В 10-м, когда такие, как я, Петраки, бывшие председатели Конституционного суда, как его, Пулбери, которого сместили с должности за это. Когда мы говорили, что узурпация власти, что Альянс это альянс преступников, это альянс узурпаторов. Почему они тогда не вышли? А почему? Потому что им было хорошо. Они получали хорошие деньги от Альянса, от НАТО, от США, еще от кого-то. Почему они не вышли на протесты в 19-м, 13-м году, когда такие, как я, Доска, Медриган и другие подорганизующие начало Рожки вышли на протесты, и вместе с нами вышли тысячи и тысячи человек. Почему они тогда не протестовали, когда мы говорили, люди, узурпирована власть, нарушена, растоптана Конституция. Почему? Потому что им было тогда хорошо. Почему они в 14-й миг, ты здесь разбираешься. Почему они в 14-м году, когда уже стало ясно, что миллиард украден, и что это произошло во время правления Альянса, почему они тогда не вышли протестовать? Потому что им по-прежнему было хорошо. А когда они вышли? А вышли они только после того, что и Виорел Цопа, и Виктор Цопа получили по приговору по несколько лет лишения свободы. И когда они поняли, что родную Молдову им так скоро не видать. Вот тогда, Игорь, вот тогда последовала команда. Фас Настаси. Дранг, нах, влад. Вот только тогда они начали. Поэтому надо быть круглым, наивным человеком, чтобы доверить таким людям, как Настаси. Они служат как раз тем, как раз Виорелу Цопа, которому народная молба присваивает патент, авторство схемы кражи миллиардов. Кому? Это Виорелу Цопа. Кстати, он неплохой специалист в банковском деле. А ты потолкуй с ребятами из банка. Я уже вижу, что ты в курсе делаешь. Вот, поэтому он служит, конечно, он будет своему хозяину. Антоли Федорович. В молдавском языке есть такая лингвистическая конструкция, которая звучит так. Локу дивидери, депинди, пункту дивидери, депиндиде, локу дешедери. Да, да. И пока ты находишься в одной лодке. Франк, форт на майне. Форт на майне, да. То ты смотришь на ситуацию с одного угла зрения. Но когда тебя из этой лодки выгоняют, то у тебя оптика меняется, и ты начинаешь как-то иначе реагировать. Потому что ты видишь иначе ситуацию. Вот так произошло с Цопами и с их ставленником Настаси, которого вы как-то категорически не любите и недолюбливаете. Да нет, нет, нет. Мне симпатичнее Настаси и Макану, которого они кинули. Меня больше... И Чеботарь, который опустился с бороду, думает, что они не узнают, что на филатах. Вот лично для меня проблема даже не в Настасе. Проблема в том, что почему народ готов простить этой, как ее... Майя Санду. Этой маленькой Майи Санду участие в краже миллиарда. Почему народ молчит? Она проголосовала за кражу миллиарда, будучи в правительстве. Она что, дурочка, тупая? Вот тебе, пожалуйста. Нет. Она проголосовала осознанно. Значит, она является соучастницей Шора. И она должна с Шором сидеть в одной камере пожизненно, пока не будет возвращен миллиард до последнего лея. Миллиард долларов до последнего лея. Вот так. Я думаю, что ты совершенно прав, когда говоришь, кто несет все-таки главную вину за то, что происходит, это все-таки электорат. Это та часть народа, та часть народонаселения нашего, которая постоянно с неизменной тупостью, я даже не знаю, как это сказать, чтобы политкорректно это выглядит, голосует за этот несчастный, всем ненавистный альянс. Вот в 2009 году, в 2010, в 2011-2012 молчит бацан. Не молчит, он хвалит Плохотнюка. Он хвалит всю эту Плохотнюковскую, Филатовскую Камарилю, которая... Царан, бацан, кто-то... И все они дружно молчали и поддерживали альянс. Вместе с Георел Чеботарь, который сейчас распустил Бору, вот как ты справедливо заметил. Он думает, что его не узнает, что он от Филата и так далее. Все они сейчас опять по новому кругу, но уже с бородами или с бородами выходят опять к нам. А я подстригся в надежде, что меня не узнают. Колдарий, но если ты тупой в 2009 году... Я тупой? Не-не-не, не ты. Если ты ошибся в 2010 году, если ты ввел народ в заблуждение в 2011-2012, почему я сегодня должен думать, что ты помнил? Это в случае, если ты ошибся. Никаких шансов нет. Но если ты сознательно ввел народ в заблуждение, потому что ты же месячный там... Давайте я отвечу на ваш вопрос на примере той же Майя Санглова. Почему ты Майя Санглова говоришь, что это сволото, из-за нее все происходит? Потому что... Причем тут Майя Санглова? Потому что вы сказали, что если это неосознанно, если это случайно. Друзья, а разве можно проголосовать за то, чтобы отдать из денег, общественных денег, отдать каким-то банковским воришкам миллиард долларов и сделать это неосознанно? Да я не заметил, а я не разбираюсь. Да какая ты тварь? Какого хрена ты тварь сидишь в этом правительстве, если ты ни хрена не разбираешься, если ты тупой по жизни? Как Лянка. Я был простым премьер-министром. Да. Нет, друзья, или тупой, или вор. Но получается так, что и Майя Санду, и Лянка, и Филат, и вся вот эта вот комарилья, они или тупые, или воры. Так получается? Но я не хочу, чтобы страной, гражданином которой я являюсь, страну, которую я люблю, чтобы ею руководили тупые люди. Не хочу. И не хочу прощать тупые поступки. А если это не тупые поступки, если это осознанное воровство, то они должны быть наказаны. И никаких гвоздей. Правильно, Игорь. Успокойся. Дело в том, что ты увидел, вот ты выходил на примар, на выборы, нечегося в прошлом. Ты видел, вот ты образованный человек, ты в этом разбираешься, ты, слава Богу, человек честный. Ну, по крайней мере, никаких уголовных дел пока против тебя нет. Очевидно, что ты не замешан ни в чем. И ты говоришь правильные вещи. Но они голосуют. Игорь, они голосуют. Меня не может. Кто они такие? Вот правил был тот, который говорил, что у молдаван мама постоянно наивных молдаван. Мама наивных молдаван постоянно беременна и постоянно рождена. И не выходит из роддома. Совершенно верно. Но как иначе? Они же, как я много раз говорил, они же отняли, вот и те, которые голосовали за Ольяк, они отняли у нас несколько лет жизни у остального народа. Ведь они их держали у власти. Их голосов. По первому, по второму, по третьему. Андрей Федорович, скажите, вот Наташа Мораль, Наталья Мораль, она когда-нибудь посыпет голову пеплом, выйдет, встанет на колени на площади Великого Национального Собрания перед народом и попросит у него прощения за девятый год, десятый год, за одиннадцатый год, за то, что при ее помощи эти мрази и бляди пришли в руководство страны и изнасиловали эту страну. Не знаю, не уверен. Ну, может быть, можно понять, она тоже хочет кушать, кто-то ей платит за эту службу, но, наверное, во всем должна быть мера. Неудобно о женщине говорить. Ваше мнение, выйдет или нет попросить прощения? Не, не уверен, не думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что, потому что кушать хочется всегда. А у нас в стране, к сожалению, пока нет альтернативной политической силы, которая дала бы кусок хлеба порядочным честным журналистам. Нет. А вы знаете... Поэтому их, может быть, не так строго надо судить, Игорь. Антолий Федорович, а вы знаете... Дело в том, что такие, как ты, подожди секундочку, вы не правы, не правы категорически. как я и другие могут себя самостоятельно покажать. Если человек... Наташа Мораль, ничего другого не может. Если человек хочет кушать, он может взять в руки отвертку и начать разбирать бензонасосы и менять бензонасосы на гольфа. Он может взять в руки кирку и пойти в каменоломню камни ломать. Он может взять сапу в руки и пойти прошивать. Но на сделку с совестью из-за того, что ты очень жрать хочешь не пойдешь. Потому что ты просто взял, поменял бензонасос, заработал свои там какие-то три копеечки, на них купил кусочек хлеба, сказал господи спасибо за этот хлеб и двигаешься вперед. Но если ты не хочешь работать, а сидишь и только бла-бла-бла, то в пользу одного пидораса, то в пользу другого пидораса, и в конечном итоге народ глупый не понимает, и народ хабает это говно, извини, извините. Я не буду ругаться больше всего. Я тебя понимаю, но тем не менее успокойся. Не завидная я просто пытаюсь эмоционально судьба. Судьба у них похожа на судьбу тех женщин, которые работают в доме терпимости. Пусть это хоть и условно сказано, но такая у них доля. я бы обратил их внимание на завтрашний день. Дело в том, что завтра точно так же, как определенная часть населения, ну, их экспоненты это ГИМПы и другие выдающие деятели молдавского национального освободительного движения, значит, требуют, требовали иллюстрацию за пребывание в КПСС, за связи с КГБ и так далее. Завтра граждане, соплеменники, мои дорогие, завтра народ потребует иллюстрацию за сотрудничество с альянсом. Потому что именно во время правления альянсом Молдова была окончательная визусть, Молдову положили в гроб. Именно за время этого вашего сранного альянса украли миллиарды. Это все происходило при них, при их голосовании за, за того или иного министра финансов, министра экономики, как его, этот, гувернатору Бенщи Национали, генеральный прокурор и так далее. Это альянс украл миллиарды люди, это альянс. И после этого вы выходите, вы все те, которые 9 лет показывали и доказывали, что лучше Филата, нет, что лучше ГИМПу, нет, что лучше Лупу, нет, вы еще смеете меня сегодня учить жизни? Вы еще смеете меня учить, как и за кого голосовать, или не голосовать. понимаешь, у них до такой степени развита бессовестность, не самцыцкут эту, что они сегодня вот выходит платформа, да, те же самые люди, те же самые, вот Георгий Чеботарев, третий раз говорили с вами, и другие, и то же самое, Альянс, НАТО, Европа, Кари Европа, БВС, Деструс, Цара, Идиотсовар. Вот, вот я думаю, я не то, что думаю, я знаю, что недалеко это время, когда будут требовать люстрировать, или люстрацию, точнее, всех связей с этим Альянсом. Так что, готовьтесь, и бацаны, и цараны, и прочие, прочие бацаны. Как жалко, что мы не сидим с вами, с бокалом вина, а то бы я поднял тост и сказал, друзья, за будущую иллюстрацию всех тех, кто облизывал задницы руководителям Альянса, кто пел им дифирамбы, кто привел всю эту мразь на вершину политического Олимпа Молдова. К власти, и защищал, и поддерживал, и сегодня будет. Так выпьем же, друзья, за то, чтобы электорат наконец проснулся и перестал выбирать на выборах между говном и говном, а обратил свои взгляды, взоры, порыв сердца и порыв души к людям порядочным, честным и достойным. Стоп! Я на этой оптимистической ноте предлагаю завершить нашу передачу. Друзья, я полностью согласен с Анатоли Федоровичем. Салифит Санаташ. Санатат. Всех благ вам. Момент истины. Постскриптум к передаче с Анатоли Федоровичем замена бензонасоса. Есть! Пошла стрелочка вверх. Спасибо Плугару за помощь. Анатоли Федоровичем Анатоли Федоровичем